Сейсмическая активность Кыргызстана Сейсмическая активность Кыргызстана Сейсмическая активность Кыргызстана Вот почему мы должны контролировать и быть готовыми к различным ситуациям, подчеркивает президент Национальной Академии Наук. В первую очередь у нас есть план о создании совместной научной лаборатории САУЦА. В этой лаборатории студенты Американского университета и научные исследователи из Института Сейсмологии будут работать над совместными проектами. В 2018 году Американский университет в Центральной Азии и Институт сейсмологии Национальной Академии наук создали консорциум. Его цель – совместная работа в области сейсмологии и сейсмической безопасности. Именно сотрудничество между АУЦА и Нацакадемией наук способствовало улучшению условий работы Института сейсмологии. В перспективе планируется открытие кафедры для подготовки молодых сейсмологов. «Сегодняшний день важен не только по причине открытия нового здания для сейсмологического института. А это говорит о нечто большем, чем просто рабочее пространство и строительство. Это о партнерстве между Американским университетом в Центральной Азии и Кыргызской академией наук. Мы рады, что строительство подошло к успешному концу. Теперь путь к уникальным исследовательским возможностям открыт. Мы считаем, что условия работы Института сейсмологии будут улучшаться. А сотрудничество между АУЦА и Нацакадемией наук также будет укрепляться. Такая совместная деятельность наряду с исследовательскими институтами очень полезна. У нас ежедневно происходит землетрясение, просто мы далеко не все ощущаем. Большая часть территории покрыта горными массивами. Это все предполагает высокий сейсмический риск для населения нашей страны. Последнее разрушительное землетрясение было в октябре 2008 года. На Алае, где в селе Нура погибло очень много людей, в том числе детей. Мы должны очень серьезно относиться к вопросу качества мониторинга сейсмической активности. От качества работы Института сейсмологии зависит безопасность каждого кыргызстанца. С момента обретения независимости в стране не было построено ни одного нового здания, относящегося к Национальной Академии наук. Наряду с этим в зданиях Академии не проводился существенный ремонт. Этот проект стал прекрасным примером государственно-частного партнерства, объединенного для общего блага граждан и их безопасности.